Приветствую вас! Начать мне бы хотелось с того, что спросить следующее. Помните ли вы досконально, что произошло, когда вы пошли на наушный факультет? Помните ли вы, как, например, обиделся ваш папа на вас? Помните ли вы, как отреагировала мама ваша на это? Помните ли вы, как они себя после этого стали вести? Ну, то есть, спустя какое-то время. Помните ли вы все это? Почему я об этом спрашиваю? А все дело в том, что вот данная схема будет работать всегда и везде, во всех ситуациях. То есть, иными словами, ваши родители всегда будут против того, что вы делаете. Ваши родители всегда будут стремиться вас как-то подавить, например. Потому что, потому что им так комфортнее. Потому что им так удобнее. Потому что они не хотят, чтобы вы выходили за границу. Чтобы вы выходили за предел. За тот предел, за который они не могут выйти. Понимаете, в чем здесь тонкость? Тонкость вся в том, что ваши родители не могут принять того факта, что вы вольны сами выбирать свой путь. Почему? Потому что у них своего пути не было. Смотрите, мама человек, скажем так, жестких правил. Папа вообще верующий человек. То есть, это люди, которые, ну, скажем так, предопределили свою жизнь. И они, естественно, естественно, они хотят, это нормально. Чтобы и вы свою жизнь предупредили. Потому что тогда получается, что они-то жили неправильно. Тогда получается, что их позиция неверная. Это страшно. Вместе с тем, вместе с тем, родители искренне, я уверен в этом, хотят для вас всего самого лучшего, добра, счастья, радости, спокойствия, стабильности. Так, как они это понимают. Ну, вот как понимают, так и хотят. Ничего уж тут не поделать. И мне кажется наивным ожидать от них понимания того, что вы делаете. Мне кажется наивным ждать одобрения от них. И вот это-то на самом деле и является самым главным. Что вы в своем письме пишете, мол, вот мой папа одобряет то-то, то-то. Вот моя мама не одобряет то-то, то-то. То есть вы сами ориентируетесь на одобрение. Если вы ориентируетесь на одобрение, да, то у этого естественно должен быть мотив. Ну, мотив, стимул, стимул. Почему вы это делаете? Я полагаю, что это чувство вины. То есть вы говорите, что если я уйду от них, то это чувство вины. То есть я их предам. Вопрос. С каких пор предательство, предательство, точнее, простите, называется уход ребенка из дома? Вот. С каких пор? Так, считаю. Если честно, то я не помню. Я не помню, чтобы уход от родителей считался предательным. Я думаю. И я надеюсь, что вы со мной в этом согласитесь. С родителями передоправленно или не особо хотят вас прибить к земле. Вот. И хотят они, чтобы вы поднимали голову выше, чем они себе определили. и все тут. Это их право. Но вопрос в том, что они в этот момент думают о себе. Они не думают в этот момент о вас. Они не думают о том, как вам нужно и так далее. Они перенимают только о том, что они не реализуются через вас, а должны быть. Ваши родители это люди, у которых были достаточно серьезные проблемы в жизни. И с этими проблемами эти люди, как я понял, не справились. Они развелись, не смогли сохранить свою и так далее. И в том, что вероятность, что именно они испытывают чувство вины за то, что они могли вами заниматься. Но это чувство вины они проецируют на вас. Понимаете, в чем дело? Вместо того, чтобы принять себя. Вместо того, чтобы признать, что они поступают так, каким казалось, ну, единственно правильным и верным. Вы своих родителей не переделаете и не поменяете. Это невозможно. Вы не объясните им того, что вы, например, правы, того, что вы, например, имеете право на то, чтобы жить своей жизнью и так далее. Вы своим родителям, к сожалению, этого не объясните. Это невозможно. Почему это невозможно? Потому что родители не настроены на то, чтобы вас понимать. Родители не настроены на то, чтобы прислушиваться к вам. Но зато они хорошо настроены на то, чтобы через вас компенсировать свое чувство вины, которое у них вероятнее всего есть, потому что вы сказали про их историю с разводом и так далее. То есть винить себя за развод с вами – это, конечно, довольно мощно. А это значит, что, в общем-то, дело за малым только остается. Дело за малым, и это малое заключается в том, что они пытаются слепить из вас идеальных себя. Что еще могу сказать? То, что любое ваше действие любое ваше действие будет сталкиваться с их сопротивлением. и любое ваше действие, которое будет выбиваться из их восприятия мира, ну, собственно, будет вызывать у них негодование. Серьезное такое, жесткое такое, негодование. Именно по этому негодованию, между прочим, вы можете делать вывод о том, что вы, наверное, будете как бы это не парадоксально глучало. Они будут обижаться, потому что им неприятно, что вы к ним не прислушивались. Они будут обижаться, потому что у них, ну, как бы, болезненное самолюбие, особенно у ваших отцов, которые действуют по канонам христианства, считают, что отец, наверное, сильно главный, и то, что его, он считает, что его недооценили. И в данном случае религия это, по сути, перенос ответственность. То есть, понимаете, эти люди сами ответственность за себя не несут, перекладывая их на других, и не хотят, чтобы вы несли ответственность также за себя. Надо сказать, что вы поступаете правильно, и мыслите вы правильно. Но осталась еще одна деталь. Это жертвенность. Вы говорите, вот, родители для меня стольким пожертвовали, а я, вот, значит, там, хочу, ну, например, уйти от них. Давайте спросим так. Что есть жертва? Жертва – это вред себе. Давайте спросим так. Вы просили их жертвовать? Я думаю, нет. Давайте спросим так. Вы просили их вас заводить? Думаю, нет. Если нет, то получается, что все, что они для вас делали, было по их инициативе. Они сами этого хотели. Они это делали, потому что сами этого хотели. И если они делали то, что хотели, или что наиболее вероятно того требовал от них долг социальный, по их мнению. Так вот. Если они делали то, что они хотели, и то, что им казалось правильным, то это вы, наверное, не будете спорить их выбор. На свой взгляд, Продвигает вопрос. Если они, эти люди, могут позволить себе делать выбор, то, почему они же, эти люди, не позволяют делать этот выбор вам. Получается, у них выборы есть. У вас выбора нет. Вопрос, который у меня к вам, наверное, вы уже сами можете предугадать. Считаете ли вы это правильным? Считаете ли вы данную позицию верной? Считаете ли вы, что это справедливо? Что у вас нет выборов? Вот у них выбор есть? Ага, у вас выбор нет. Понимаете, в чем дело, вам, вам, прививали ответственность и пытаются привить ответственность за кого угодно, кроме себя. Вы должны нести ответственность за родителей, за что-то еще, за учебу и так далее, но вы не должны, по мнению родителей, нести ответственность за себя. Хотя они сами выбор все-таки делали. Такой, какой был удобный их. Вот и подумайте, есть ли у них моральное право требовать от нас того, что они требуют? Безусловно, они требуют, они считают, что они правы. Но, речь на этом, речь о том, есть ли у них моральное право это делать. Далее, следует такой момент, что, конечно, родители будут негативно воспринимать все, что вы будете делать. Здесь я предлагаю вам, во-первых, вспомнить о том, что, если они вас любят, они примут ваш выбор, любой, но для этого им нужно время, чтобы предпринять ваш выбор. ну, и вы не понимаете, что если вы делаете что-то, что не укладывается в их сознании, то это означает, что они, родители, боятся. они боятся сами и проецируют на вас быстро. все, все, что они говорят, это проекция обрешено, это не на нас. Не вы партнер в их диалоге, а они сами. Они говорят с собой через вас. И через вас они пытаются что-то себе доказать, одно за друг другу. Так вот, не надо тратить свою жизнь на то, чтобы быть средством для других людей. Ваши родители любят вас и хотят вам счастья. Но какие-то вещи понять они не могут. Так будьте мудрее и относитесь к этому именно так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Делаю вам всего самого доброго и удачи! и удачи! Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok